Привет, дружище, меня зовут Шамба и мы отправляемся к Сартесу искать доказательства того, что он на стороне злых сил для Карла в игре Бутика 2. В прошлой серии были разборки с Декстером. Декстер уничтожен, все маги там также были уничтожены, поэтому на текущий момент отправляемся спать, потому что будить Ксардоса как бы не хочется, он все-таки старый, должен отдыхать, хотя скорее всего он всю ночь напролет... Ложись спать. Всю ночь напролет читает книжки и думает о чем-то нехорошем. Но мы не Ксардос, поэтому нужно выспаться, отдохнуть, кроме того, с утра забрать оправу от амулета у Беннета, так как я ее не забирал, увеличить громкость, потому что я это не делал, и можно телепортироваться к Ксардосу. Также стоит проверить, есть ли здесь какие-то другие здания, что-то потеряно. Так это Ибрагим, это Хоринис, Диего это долина рудников, ищущие это альманахи, кровавые кубки это также не здесь, Поэтому, Беннет, а ну-ка, давай мне обратно мой амулет. Он узнал это не от меня. Эй, ты! Не говоришь, что ты мёс, а ты мёс, что знаешь. Амулет готов? Да, держи. Мне пришлось сделать новую оправу для камня. Я работал всю ночь, и теперь он как новенький. Ну, спасибо тебе, тогда давай, иди отдыхай. Хотя наёмники вряд ли дадут ему отдыхать, им нужны мечи, оружие и так далее. Так, надо посмотреть, что с оправой стало. Правда, здесь маленькая иконка, вряд ли удастся разглядеть. Ну вот, оправа вроде как была, так и есть, хотя я не запомнил, есть отличие или нет. Поэтому, телепорт в монастырь убираем, телепорт древнее демоническое, нет, это не туда, порт к Ксардосу. Первый раз слышал. Здорово, Ксардос, а не здорово, нужно ещё подняться. Ксардос по традиции очень неудобно делать свои руны телепорт. Вот, не прям к нему в спальню или по соседству в гостиную, а где-то, где-то там, что нужно ещё пробежать. Кстати, если ты писал про огненный лук на башне Декстера, я это утверждение проверил, и, в общем-то, этот лук не нашёл. Есть подозрение, что он, возможно, в Ночи Ворона, а это классическая Готика 2. «Эй! Глаз Иноса был уничтожен». «Что ты говоришь? Уничтожен?» «Я нашёл его в Северных Лесах. К сожалению, мне удалось найти только фрагменты». «Это был наш единственный шанс противостоять этим драконам! И мы провалили его!» «Да ладно тебе, а сейчас уже оправу сделали. Аданос сможет восстановить своими силами с помощью Ватроса, Пиракары и тебя». «И что теперь?» «Это болезненный удар. Мы должны перестроиться. Я должен уединиться и всё взвесить. А тем временем ты отправляйся в город и поговори с Ватросом, магом воды. Возможно, он знает, что нужно делать». «Так он к тебе и послал меня». «Ватрос отправил меня к тебе». «Хорошо. Что он сказал?» «Он сказал что-то о ритуале обращения в Круге Солнца». «Ха-ха-ха-ха! Вот старый дьявол! Думаю, я знаю, что он затеял. Ты пришёл, чтобы призвать меня к нему?» «Похоже на то. Когда ты отправляешься?» «Не стоит заставлять Ватроса ждать. Я отправляюсь немедленно. А ты должен выполнить свою задачу. А затем присоединиться ко мне опять». «Эй, погоди, а как бы...» «Подожди минутку». «А Пиракар-то не хочет идти, потому что ты там будешь». «Этот ритуал обращения сработает?» «Я не совсем уверен. Это зависит от того, что именно собирается сделать Ватрос». «Ну, мне кажется, он, так как заказывает болотную траву, решил как Юберион укуриться и, возможно, чтобы вы все там отбросили копыт». «Пиракар отказывается принять участие в ритуале. Сначала он хочет получить доказательства того, что он может доверять тебе». «А, неужели, Пиракар? Как интересно. Этот старый чудак становится совершенно невыносимым. Но я думаю, у меня есть кое-что, что поможет тебе». «Когда я покидал Орден Магов Огня, я взял с собой из монастыря несколько вещей. Я не хотел, чтобы паладины или маги огня перевернули все в моей башне вверх дном и нашли эти вещи. Поэтому я спрятал их в надежном месте, где магам никогда не придет в голову искать их». «И где же?» «Некоторые из них лежат в запертом сундуке на ферме Секоба». «Ты доверяешь этому Секобу?» «Нет. Но его можно купить, и он не будет задавать глупых вопросов. К тому же этот сундук заперт. Вот ключ. Там, среди прочего, есть очень старая книга. Когда Пиракар увидит эту книгу, он поймет, что она от меня. Она больше не нужна мне. Поэтому пусть она послужит хоть такой цели». «Понятно теперь, что эти маги искали у Секоба. Офигеть». «Вот это был очень интересный поворот, кстати. А так вполне логично спрятать что-то у какого-то крестьянина, который будет тебя до одури бояться и не признается». «Так, кстати, а что он читал?» «Зилия магической силы и ингредиенты». «Я думал, что-то будет поинтереснее. Хватит читать. Теперь нужно сходить к Секобу. Секоб. Скорее всего, от Анара будет к нему ближе всего. Да. Поэтому телепорт обратно к Анару. Кулак ветра. Порт. Долина рудников. Халинис. Демонической башни. Монастырь. От Лэндлорд. На ноль. И погнали до Секоба. Там, скорее всего, еще одна книга, которая, наверное, поможет как-то противостоять против магов. Кроме того, прежде чем идти на алтарь и в монастырь, предлагаю заглянуть еще в Хоринис. Черт. Хоринис. А я хотел осмотреть вон те руины храма, просто потому, что Ханне не хочу отдавать карту, а там явно что-то спрятано и закопано. Значит, Ханне карту отдам в следующий раз. Сейчас посмотрим, как долго будет длиться ритуал Солнца. Если он будет короткий, то за эту серию еще посмотрим, что в той пирамиде, башне, и что там Хана прячет на этой карте. А после того, как все заберем, можно будет Ханне карту и вернуть. Ну, она просила карту, а не то, что спрятано. А золото Диего, ну, не знаю, в следующую вылазку в долину рудников такое предположение, что после восстановления амулета придется перейти в долину рудников зачем-то. Или же не удастся восстановить амулеты, и Ксада скажет, вот в моей старой башне есть там что-то очень крутое, принеси мне это, и попрям туда. Так, что это? А ржавый двуручный меч. Так, а может, я еще тела не все обыскал? Нет, тут тела нету. Здесь просто валялся один мах, убитый. Здорово, Секоп. Ты не хочешь мне ни в чем признаться? Что-нибудь произошло интересного? Ничего с тех пор, как эти негодяи в черном захватили мой дом. А, например, дай этого, как Ксардаст тебе поставил тут сундучок. Черт, а вот ты не будешь против, что я открою этот сундук, а то как бы еще обозлишься? Да, обозлился. Ай. Охренеть. Эй. Тревога! Какая тревога? Это не ваш сундук, это сундук Ксардаса. Они что, дураки? Блин, я их отделаю сейчас ведь. Эй. А что это у меня в руках? Чего у меня в руках? Какая дубина? Я сейчас даже не понял. Действительно дубина. Так, надо вооружиться чем-то вроде волчьего зуба. Хотя хотелось бы чем-нибудь еще получше, но сил нету. С другой стороны, у меня такое ощущение, что силу стоит уже прокачать, потому что есть единицы опыта, их особо некуда тратить, никто не хочет меня учить магической энергии, новых рун особо нет. Можно было бы закинуть, чтобы меч потяжелее брать. Предлагаю сначала самому прочитать эти чертоги. Чертоги чего? Монах одержимых. О, чертоги Ирдората. А я получил проклятие, скорее всего, невозможно открыть. А, замечательно. Я все-таки достал тебя! Ща ты меня достанешь, ты меня уже достал. Это не твой сундук, иди сюда, я тебя отделаю. Я все-таки достала тебя. Такси-коп застрял в сундуке. Вот жену его не особо охота бить. Но она как бы заодно с ним. Неожиданно меня начали оба избивать. Успокоилась? Мне кажется, она будет еще живой. Но если она за стену улетела... Черт, я хочу ее обыскать. Она где-то вот тут лежит. Да, вот, ее голова. Ее голова пропала, значит, она встала. Здорово, Рози. Насекоп тут танцует. А, в смысле у него... Ладно, я убираю... Да, блин. Ой, дурачки. У Секоба какой-то непробиваемый броня. Эй, Рози, стой. Черт, там тебя еще кто-нибудь убьет. Да, я тебя побью, чтобы ты успокоилась. Она же бежит. Вот как ее догнать? Я не хочу, чтобы ее там какой-нибудь драконий снеппер сожрал. Рози, стой. Черт. Она же бежит в опасную зону. Если я ее не спасу, она как бы там погибнет. Я должен спасти ее крепким ударом мечом по затылку. Рози. Куда ты делась? Ай, Рози, Рози, куда ты пропала? Я сделал все, что смог. Даже бутылку выпил, чтобы ее спасти. Но она, видимо, слишком сильно дропанула. Сейчас я очень надеюсь, что я приду к Секобу, и она там будет целая. Вот как ранить Секоба, я не представляю. Конечно, можно попробовать с него огненным шаром зарядить. Но есть проблема. А вдруг я его убью с одного шара? Я все-таки достал тебя. Да, ты меня достал. Вот реально. Иди сюда. Ага. Там еще зомби стоит. Нет. Ты действительно достал меня, и я отправляюсь в Хоринис, потому что... Мне уже надоело с тобой бороться, неубиваемый. А, ну давайте теперь еще вообще пятером на меня налетите. Мне бы непробиваемый доспех, я тоже был бы смелый. Хоринис, 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 Хоринис. Вот, телепорт в порт. Бам. Почему Хоринис, я тебе скажу, потому что во время убийства Кантара, которое так и не было завершено, я, скорее всего, в бордель потом не заходил и с Брамором не сражался до конца. Ну, то есть я в одной из попыток Брамора отдел, победил, забрал у него его альманах одержимых, но потом перезагрузился и весь процесс скинулся. По-моему, так и было. Здорово, Надя. Брамор. Вот. Мы видим тебя, червь. Тебе не скрыться от нас. Ну что, давай подеремся. Я надеюсь, у тебя не непробива... Ух ты, а ты сам сильный. Так, а ты какой-то дюжа сильный. Дай-ка я от тебя сбегу куда-то подальше. Ты же не будешь против, если я зайду в твою комнату? Тебе нечего здесь делать. Да, нечего, я понимаю. Вааай. Порой скорость даже мешает. Эй, ты не такой тупой, как кажешься. Да-да-да-да. Так, прицелиться бы сейчас. Прамор. Бам. Прамор, бам. Прамор, бам. Прамор, бам. Прамор, бам. Бех. Видишь, это было не так уж сложно. Сич? Да, отдай ему. Ласт хит. О, да. Ну и ключ на всякий случай. Не говори об этом никому. Там ничего нет. Ему нельзя доверять. Кто-то должен делать это. Все же руну лечения нужно сделать. Не говори мне об этом. Ой, моя голова. Вот так, бам, и все прекрасно. Ставьте брамор. Подожди минутку. Ты одержим. Что? О чем это ты? Убирайся отсюда. Вот, отлично. Теперь все аль-монахи одержимых будут при мне по поводу акций. А вот хрен его знает. Вроде на ферме Анара они еще были. Поэтому давай отправимся в монастырь и там посмотрим, что к чему и почему. В городе вроде все, что мог, я сделал. Ну, кроме еще одного кубка. В целом, я знаю, где, но как добыть ключ, я без понятия. Ставим телепорт в монастырь. 9. Здорово, Мильтон. И я хочу изучить кое-какие заклинания. Нет. Я хочу только среднее лечение изучить, потому что оно выгоднее, чем сильное лечение. Так, здесь 5100, здесь 7200, а там, по-моему, 10300, но, кроме того, сейчас его не изучить. А вот среднее оптимальное по затратам манны и получению здоровья. По-моему, оно даже 15 стоит монет. Так, а вот кто ему учит? Парлан? Это все слухи. Обучи меня! Это ничего не изменит. Точно. Это все слухи. Тебе не стоит спрашивать меня об этом. Да защитит тебя, Иннош. Да-да-да, и тебе не болеть. И почему я не слышал об этом, Алька? Предлагаю сходить сразу, отдать книжки нашему другану, который все пытался изучить, как защититься от одержимости. Здорово, Карас. Я хочу изучить четвертый круг магии. Он еще далеко не закончен. Эх. Выяснил что-нибудь новое об ищущих? Да, теперь я знаю, кем или чем эти ищущие являются в действительности. Выкладывай. Когда-то они были людьми, как ты или я. Они сделали трагическую ошибку, посвятив себя нечистой магии очень сильного архидемона. Под влиянием этого архидемона, а также очень сильных наркотиков, единственной целью их существования стало служение ему. И со временем от их былой сущности осталось лишь тень. Сегодня же они не более, чем орудия зла, не обладающие собственной волей. И они никогда не перестанут охотиться на последователей Инноса. Мы должны проявлять осторожность. Похоже, они боятся этих священных чертогов Инноса. Однако, если их сила продолжит расти, я не смогу поручиться, что мы будем здесь в безопасности. Спасибо. Это все было очень поучительно. Правда? Мне кажется, что это поднимает только еще больше вопросов. Например, кем они были раньше, и какой архидемон сделал их тем, что они есть сейчас? У меня есть догадка. Это все похоже на братство спящего. Я знаю этих парней. Что? Надеюсь, ты понимаешь, с чем имеешь дело. Будь осторожен, брат. Да, конечно же. Вот твой альманах. Мне он больше не нужен. Между прочим, Карос, я состоял в этом братстве спящего. Я там был стражем. Так что ты смотри, подсторожней со мной. А то вдруг еще спящий выйдет на связь. Есть ли способ защититься от ментальных атак ищущих? Конечно. Амулет, изготовленный из камня с благословенной земли, мог бы оказать защитное действие. А, к сожалению, у меня не осталось таких камней. Некоторые из алтарей, возведенные нами, сложены из таких камней. Хорошо. Я попробую раздобыть такой камень. Да. Сделай это. Но даже не думай, чтобы повредить какой-нибудь алтарь. Ты слышишь меня? Да ладно, я случайно подобрал в самом начале камень. Я думал, что около каждого алтаря они есть. И на самом деле их предназначение... Я раньше думал, что этот камень нужно повторно светить и обратно положить на алтарь, и алтарь не будет проклят. То есть считал, что эта одержимость лежит не на мне, не на мне это проклятие, а на алтарях. Оказывается, наоборот. Я принес несколько камней с благословенной земли. Это хорошо. Надеюсь, все алтари по-прежнему стоят на своих местах? Хорошо. Я сделаю для тебя амулет, защищающий от черного взгляда ищущих. Дай мне немного времени. Над этим нужно поработать. Ну ладно. Просто великолепно. Еще новый уровень. Ну а теперь можно сходить к нашему пирокару, но сначала поговорю с Иглсом. Мало ли. Эй! Ничего пока не нашел? Я говорил тебе, что все равно продолжаю свои исследования. Но на них, конечно же, потребуется больше времени, если у меня не будет необходимых материалов. Да-да-да-да-да. Исследуй и дальше. Ну что, пирокар. Пусть признает Сардаса. Хотя он дал такую книгу, которую ты как бы откроешь, и на тебя пойдет проклятие. Может, Сардас решил грохнуть пирокару? Здорово, Лагомонтрил. Серпентинс, я принес тебе еще акции. Я смог найти несколько акций шахт. Очень хорошо. Ты должен изъять из обращения все акции. Это отрава для наших людей. Принеси их все мне. Вот, это компенсирует твои расходы. Ты понимаешь, осталась одна акция. У кого она может быть? У кого-то однозначно в Харенисе. Может, например, Ханна за то, что я верну ей ее бюллетень, даст мне акцию? Кстати, не исключено. Здорово, пирокар. Заглядывать в мое магическое письмо. Возможно, они попытаются проделать это с другими, чьи имена пока еще не вписаны в альманахи. Так, а что ты мне дал? Погоди-ка. Какое-то магическое письмо. И от кровавых мох старое письмо. А закладная? Магическое письмо пирокара. Одержимое. Фернандо Вина Малак Бромор. Это мне как бы поможет? Черто Герда. Тра-ля-ля-ля. И альманахи он все у меня забрал. Хорошо, врубаем свет снова. А то пирокар плохо видно. Я принес эту книгу от Ксардоса. Это знак его доверия. Покажи. Но это невероятно. Ты имеешь хоть малейшее представление о том, что ты только что дал мне? Э-э-э, нет. Это древний, давно потерянный том из давно прошедших дней. Мы все думали, что он утерян навсегда. И теперь я узнаю, что Ксардос все это время знал, что стало с ним. Так ты будешь присутствовать на ритуале? Да. Я отправляюсь в круг солнца. Но, конечно, не потому, что я убедился в добрых намерениях Ксардоса. На самом деле, я собираюсь заставить этого шахала объяснить, где он прятал эту книгу столько долгих лет. На этот раз он определенно зашел слишком далеко. Увидимся в круге солнца. Ох, бедный Секоп, если Ксадос скажет, где он прятал, кстати. Я не с тобой хотел поговорить, я хотел сесть на стол. Вот это вот понимаю жизнь. Черт, правда свет так хреново меня освещает? И надо другую мантию все же одеть. Возможно, это будет превью, хотя я в этом не уверен. Мантия мага огня. Так, все равно плохо. Небольшая заминка. Я думаю, зажечь факел и выбросить его. Ох, где же теперь? А вот, всего семь штук, да ладно. Так, а вот как тебя бросить? Вот так. Отлично. Мне кажется, неплохо. Обратно доспех ползунов и к кругу солнца побежали. Хотя сейчас что-то темно на улице. А нет, все светло. Это просто здесь такой эффект был. Тебе не стоит, спрашивай. Так, круг солнца. До него идти далеко. Кроме того, там, скорее всего, случится нападение ищущих. Поэтому предлагаю пока не торопиться. Пирокар как бы все же стар. Пока он дойдет, пока туда, пока сюда. Предлагаю денечек поспать. Отдохнуть. Собраться с силами. Забрать амулет у Хигласа. И после этого отправиться за Пирокаром. Кроме того, что все бегать? Только мне одному. Пусть они подождут меня. Тем более, три верховных мага. Да что с ними случится? Кстати, а может там дракон прилетит наконец-то. А вот если дракон, это будет интересно. Ксардас, наверное, сможет взять его под контроль. Пирокар сжечь, ват разоморозить. Не сюда. Готов мой амулет? Эй! Так как насчет защитного амулета, что ты обещал мне? Спокойствие. Я все еще работаю над ним. Ты шутишь? Мне нужно отправляться уже. Покажи мне свои товары. Так, значит надо создать руну. А то я про это забуду. Я же выучил. Средние хранения и лечения. Бам готова, бам прекрасна. Теперь предлагаю снова все переназначить. На четверке скелет, на пятерке свет, на шестерке огненный шар. Лечение на семерке. Остальное уже по желанию добавляется. Блин, а я не хочу без этого амулета идти. Хотя вдруг получится. Круг солнца. С одной стороны он так близок, с другой стороны он так далек. Ладно, давай встретимся на месте. Ну что, практически уже у алтаря солнце. Что же может плохого здесь случиться? Вроде пока спокойно. Надо взять огненный шар в руку. Пирокар. Ладно, огненный шар убираю. Это что у них? Тела? Они тут наубивали врагов? Так как бы вас на превью взять? Может вы повернетесь ко мне? Я тут как бы пришел. К Сардас. Эй, ты! Не хочет поворачиваться ко мне? Ладно. Как-нибудь возьму на превью. Ватрас, я тебе принес травы. Я хочу повысить мои магические способности. Мне больше нечему учить тебя. Очень-очень странно. Всего лишь до 50 учит Ватрас. Твоя магическая энергия стала слишком велика, чтобы я мог еще повысить ее. Не понимаю. Не понимаю. Как обстоят дела с Глаза Миноса? Помни. Только ритуал обращения в Круге Солнца вместе с Ксардасом и Пирокаром восстановит глаз. И не забудь принести глаз с отремонтированной оправой. А как же про болотную траву, или я тебе уже ее отдал? Ладно, давай посмотрим на конфликт Пирокара и Ксардаса. Может отсюда их троих как-нибудь зацепить? Они очень далеко друг от друга стоят. Может их просто сблизить на фотошопе? Так, это ты. Это Ксардас. А это Ватрас. Правда, на Ватрасах уже всех свет падает. Ладно. Пирокар, начинай закатывать истерику. Ты думаешь, вы сможете восстановить глаз? Трудно сказать. Поживем, увидим. Этот ритуал обращения сработает? Я не совсем уверен. Это зависит от того, что именно собирается сделать Ватрас. Не знаю, какой-то жертвопринаши не устроил, судя по телам. Я сделал все, как ты сказал мне. Вот починенный глаз. Да, теперь все готово для проведения ритуала. Что насчет болотной травы? Ах, да. Ты принес три стебля полотной травы? Да. Вот три растения. Превосходно. Ты хорошо поработал. Но теперь отойди в сторону, чтобы мы могли начать церемонию. Да объединятся наши души. Блин, я бы не рекомендовал. Юбери он что-то похожее проводил, и потом ты, собственно, знаешь, что с ним случилось. Так, надо отойти подальше, но смотря на вас, чтобы не пропустить... Это работает или мне тоже надо бахнуть? Синий. Фиолетовый. Красный. Я, наверное, должен быть желтым или зеленым. Или мне вообще надо еще дальше пойти? Не понимаю, работает это или нет. Может мне просто сперить голос и нас? Мы закончили. Нам удалось разрушить план врага и восстановить глаз. Пусть Пиракар объяснит тебе, как пользоваться его силой. Надеюсь, я еще увижу тебя, когда ты выполнишь свою миссию. Прощай. Теперь, когда глаз Иноса восстановлен, ты должен предстать перед драконами. Все они служат Бильяру, богу тьмы. Но должна быть также земная сила, которая контролирует их. Теперь это стало очевидным для меня. Найди источник этой силы. А как только ты выяснишь это, сразу же возвращайся ко мне. Воу-воу-воу, полегче, Хсардас. Меня огненные саламандр-ящерицы сжигают не то что дракона. Ты что, совсем с ума сошел? Ладно, конец. Ну, теперь Пиракар ты и скажешь свое слово. Вы сделали это. Глаз Иноса исцелен. Я почти не верил, что это возможно. Да, мастер. Ты уже неоднократно доказал, что готов к вступлению в высший орден магов огня. С этого дня ты являешься членом совета и будешь представлять наш орден по всему свету. Теперь ты один из высших магов огня. Носи эту священную робу с достоинством и неси в свет порядок, честь и славу, брат мой. Спасибо. А как глаз использовать? Что мне остается сделать здесь? Не трать свое время на тривиальные вещи. Иди и уничтожь драконов. Вот всего-то. Возьми глаз. Помни, что тебе нужно сначала поговорить с драконом, прежде чем ты сможешь атаковать его. Сила глаза заставит драконов говорить с тобой и говорить правду. Кроме того, он даст защиту от их атак. Однако его сила не вечна. Тебе придется снова пополнять его магической энергией. Для этого тебе понадобится эссенция из сердца дракона, которую нужно объединить с глазом на алхимическом столе. Только тогда ты сможешь приблизиться к очередному дракону. Спасибо. Я запомню это. Теперь у тебя есть все необходимое. Иди же, у тебя не так много времени. Ну, как тебе сказать. Встречаться с драконами мне не особо как бы хочется. Так, давай посмотрим, что глаз теперь делает. Не понял, почему не переключается на глаз. Пульсирует энергия. Допустим. А если я сниму? Ага. Так, а я случайно его не разряжаю? Так, надо проверить, что он дает. А, защита 85. Вот это вот я понимаю настоящая бронированная роба. Защита 80 от оружия и стрел. Огонь и магия 40. Кстати, а это говорит о том, что 75% игры пройдено, судя по такому количеству защиты. Это грустно. Ладно. Глаз. Еще раз. 85-80-40. Устодий. Прекрасно. А меня сейчас кто-нибудь сможет вообще ранить? Между прочим, а четвертая эта глава не началась. Это все еще третий, и у меня есть только огненный шар из заклинаний. Давай возьмем бузину, и обыщем мертвого послушника. Предлагаю вернуться все же в монастырь прямо сейчас. Хотя нет. Знаешь почему? А потому, что я хочу осмотреть ту пирамиду и осматривать я буду ее в отдельной серии. А после этого сходим обратно после осмотра в Харине сададим Хане ее карту. Найдем последнюю акцию, вернем ее в монаст... Какого хрена это заорало? Вернем последнюю акцию в монастырь, выполним задание серпентинца, и тогда можно искать дракона. Черт, может драконы меня уже нашли? Мне не нравятся эти крики. Ну ладно, на сегодня эта серия закончилась весьма-весьма удачно. Я думаю, что на Инноса, Перакара... Какого Инноса? На Ватраса, Перакара, Ксардаса нападет дракон, нападут маги в робах, но ничего не произошло. Видимо, враг не следит. Так, спасибо тебе за просмотр. Если понравилось, ставь лайк, оставляй комментарий, подписывайся на канал. Спасибо и пока!